Мастера кино уровня Мартина Скорсезе в Казахстане тоже есть. Так, молодой режиссер Эмир Байгазин уже стал завсегдатаем различных мировых фестивалей. И вот его новая лента «Река» добралась и до нашей страны. Критики в восторге, а вот зрители... Пять лет назад Эмир ворвался в мировой кинематограф. Его картина «Уроки гармонии» — это первая лента так называемой трилогии об Аслане. Фильм получил множество различных наград и апогеем стало вручение приза «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. Спустя три года вышло продолжение «Раненый ангел». Его новая лента под названием «Река» — это логическое завершение трилогии об Аслане. Премьера состоялась на 75-м венецианском кинофестивале. Синопсис картины — история о пяти мальчишках, живущих в захолустном ауле. Но их жизнь кардинально меняется после визита гостя из города. Во-первых, мне не очень нравилось, что говорили о том, что очень плохие, темные герои в моих картинах, не замечая какой-то их диалектичной природы. Мне захотелось снять картину немножко светлее, чем те, что я делал ранее. После показа ленты зрители выходили в весьма смешанных чувствах. Визуально очень красивый фильм. В плане истории Теллинга и повествования мне показалось, что в фильме немало экспозиций, то есть очень много персонажей разжевывается зрителю. А вот наши зарубежные гости были, напротив, восхищены работой Байгазина. И мир умеет снимать безумно красивое кино. При этом оно еще и абстрактное. Понимаете, чтобы понять его суть, нужно очень глубоко копать. Здесь не все лежит на поверхности, как может показаться. С подобным мнением согласна и турецкий кинокритик Алин Тайчьян. Река – очень сильное психологическое кино. И самое интересное – мультикультурное. Проблемы, заданные фильмами, будут близки в любой точке мира. Мне важно найти себя в кино, искать какие-то новые дали и пути.